Добрый день! Сегодня у нас достаточно интересная и новая тема. Мы поговорим об электрических полях. Мы все привыкли, что это вещь, которая нас окружает в полном смысле этого слова, телефоны, СВЧ-печки, всякие прочие факторы, даже обычное статическое электричество, оно везде вокруг нас. Но совсем не так давно, вот именно конкретно Макс, это тот человек, который сделал настолько много для современного мира и для той жизни, в которой мы живем, что есть такая распространенная шутка среди ученых, что весь бизнес и вся экономика и, так сказать, все банкиры и все производители любой продукции, даже обычных памперсов, они вообще, говорят, должны быть благодарны физикам за уравнение Максвелла и за его теорию электричества, в общем-то, ну еще ближайшие тысячу лет. То есть это вот вещи, которые кардинально изменили весь мир. Но мы сегодня будем говорить не об этом. У нас будет более простая тема, мы поговорим про силовые линии. Ну, это фамилии, то есть портреты двух, так сказать, великих людей, Гаусс Карл Фридрих Гаусс и Максвелл Джеймс Клерк. Они жили, пересекались, но, так сказать, вообще вот именно этот век, он был замечательным для электричества и для многих других вещей. И я не мог их не вспомнить, потому что, так или иначе, но и подходы, которые полагал он и Максвелл, и в данном случае не случайно у нас соединились математик и физик. Потому что именно добавление математики к физике сделало ее наукой. Начал это Ньютон, но в каком-то смысле продолжил Максвелл. Ну, а дальше вслед за ними Фрюдингер и Эйнштейн, и, так сказать, прочие-прочие другие товарищи, которые придумали наш современный мир и объяснили происходящие в нем процессы. Без математики физика не существует. Как ни странно, но мы все в большинстве случаев видим силовые линии не электрического, а магнитного поля. Ну, так уж устроен наш мир, что в нем есть много маленьких магнитиков, но в нем нет много маленьких диполей. Опять же, электрические поля, чтобы создать, так сказать, мы можем их создавать, но вот все, что вы будете искать картинки, вы увидите именно с магнитными полями. Ну, формально это одно и то же. Мы же смотрели, что уравнение Максвелла в чем-то похоже и для электрических, и для магнитных полей. Поэтому формально эти картинки правильно отражают происходящее. Ну, в нижнем невом углу у нас самая замечательная картинка про заряды, которые, так или иначе, но отталкиваются с силовыми линиями, или наоборот, замыкаются им друг на дружке. При этом в школе на случай, что плотность силовых линий, она пропорциональна напряженности электрического поля. Вообще, понятие силовых линий – это математическая вещь, она пришла к нам из математики. Получить такие красивые картинки, вот как вот здесь в правом нижнем углу, очень тяжело. Это очень постараться, чтобы опилки так прилипли, чтобы они точно повторяли вот те картины, которые рисуются в книжных учебниках или рассчитываются математически. Реально все выглядит не так красиво, как вот на красной картинке, на данной в левом углу или здесь. Но, тем не менее, мы со школьной скамьи, да, может, мы сами думаем проверить, понимаем, что как бы мопилочки, то есть маленькие стрелки магнитные выстраиваются по вот таким странным картинкам и собираются к магнитам. И очень важно, что здесь сила трения нам помогает получить данную картинку. Не было бы силы трения, эти бы все штучки притянулись, все магнитики притянулись бы к магнитикам, и, так сказать, ничего бы не осталось, никакой картинке. Но сила трения не дает им убежать, но позволяет им повернуться. Постучать можно, потрясти, поднести плавненько. Лучше быть некое отдельное искусство, далеко не всегда получается такая красивая картинка. Здесь же есть правильная картинка, полученная математически, а не расчетным способом, которая отражает более точно структуру магнитного поля не только внутри, вне магнитного поля, но и как бы поля соленоида. То есть как будто бы это была катушка, как нарисована справа, и вот вокруг нее такое странное красивое поле, которое входит в том числе и внутрь соленоида. Обязательно, как же иначе, здесь мы этого не видим, но реально это магнитное поле, оно вообще, говоря, на картинках, которые визуализируют внешнее поле, оно вообще как бы в другую сторону смотрит. Большая часть поля смотрит перпендикулярно поверхности, но магнитики выстраиваются как бы по соответствующей проекции. Это даже как магнитная стрелка, она показывает на север, но если повернете компас боком, она будет показывать вниз. И только на экваторе стрелка будет магнитная горизонтальная, а на северном поле, если она будет смотреть вниз, вообще говоря, притягиваясь к соответствующему полюсу, северному или южному. Есть такие компасы, которые, так сказать, позволяют определять не только направление на север, но еще, как говорится, склонение, то есть угол, под которым магнитное поле входит в поверхность Земли. Он не связан прямо с широтой, но есть соответствующие формулы, поскольку диполь магнитный, он сложно устроен. Но в заголовке сегодняшней лекции был вопрос о том, могут ли силовые линии электрического поля иметь в виду такой вот спиральки, как здесь нарисовано. Но мы все привыкли, что вообще говоря, есть, конечно, вихревое электрическое поле, но в общем-то и целом, как бы нас в школе учат, что начинается с одного заряда, а идет к другому заряду. Ну так, по крайней мере, объясняю, вот как внизу нарисовано. Возникает вопрос, какое же должно быть распределение зарядов, чтобы силовая линия завивалась в спиральку. Вихревые поля мы рассмотрим чуть-чуть попозже, а сейчас, так сказать, я хочу поговорить именно о таком вот стационарном электрическом поле. Оно не является тем полем, как электростатическое, электромагнитное, оно стационарное. Это поле, которое постоянное, и вектор Е направлен куда нужно, но оно создается некими специфическими зарядами. Но чтобы понять, что такое возможно, проще всего представить себе эту ситуацию в виде протекания тока по проводнику. Вот в левом углу мы видим картинку, где ток течет по такому изгибающемуся проводнику, и в силу закону Ома мы понимаем, что на каждом сантиметре проводника будет падать некоторое напряжение. Если у нас проводник медный, то понятно, что напряжение будет падать маленькое. Даже при очень больших токах там будут падать какие-то десятки, сотни милливольт. Но если проводник не совсем медный, а скажем, какой-нибудь угольный, например, резистор специальный радиоэлектронный, или мы еще каким-то способом сделали очень тоненькую проволочку вольфрамовую, то уже вполне реально, что вот на таком расстоянии будет падать 100 вольт, а проволочка сгорать не будет. Вот когда у вас светится лампочка накаливания, то вообще говоря вдоль той самой спиральки, которая, ну у кого остались дома лампочки накаливания, приложено 220 вольт, которые находятся в сети, там умножить на корень из двух, то есть почти 300 вольт амплитудного значения. Это напряжение распределено равномерно вдоль тонкой спиральной проволоки вольфрамовой, которая находится в лампочке накаливания. И чтобы тек ток, напряженность этого поля должна быть соответствующая вдоль вот этой кривой-кривой. Там двойная спираль даже расположена, не поставил картинку, сюда надо было. Этот ток очень хитро завивается и развивается. А теперь представьте себе, что мы каким-то волшебным способом, ну мы же волшебники с вами как минимум, заморозили ту картину распределения взрядов, которая была в электрической лампочке. То есть вольфрам превратили в диэлектрик. Это не так просто сделать. Можно попросить его в сверхпроводник охладив, но в диэлектрик его превратить так просто нельзя. Ну, представить себе эту ситуацию вполне можно. Вполне, в конце концов, есть материалы, скажем, полупроводниковые материалы, которые сильно увеличивают свое сопротивление тогда, когда у них понижается температура. То есть обычный кремовый полупроводник, он вполне себе мог бы быть остужен до большой температуры и стать хорошим диэлектриком. Скажем, алмаз диэлектрик, все не сомневаются в этом. Но при 600 градусах он вполне хорошо проводит электрический ток. То есть ширина запрещенной зоны позволяет, так сказать, ему то, что называется, выйти в область проводимости тем электронам, которые в нем находились. Таким образом, какую ситуацию представить себе можно? Так вот, то распределение зарядов, которое будет заморожено на поверхности вольфрамовой проволоки, именно на поверхности, мы знаем, что в металле заряды не собираются. Как только заряд оказался в металле, он тут же убегает на поверхность этого металла. Ну, в силу, как говорится, определенных законов электродинамики и свойств движения электронов в металлах свободных. То есть они просто отталкиваются, эти электрончики, и разбегаются в разные стороны. Соответственно, распределение зарядов по вольфрамовой проволоке должно давать напряженность поля, которое, представляете, двойную завитую спирали, и, так сказать, идет из одного витка к другому, таким вот сложным, сложным образом. Я не хочу эту тему углублять более далеко, поскольку здесь ситуация слишком очевидная. Мы понимаем, что если электрический ток может течь по произвольной форме проводнику, значит, в этом произвольной форме проводнике существует то самое стационарное электрическое поле, которое заставляет электроны двигаться до этого проводника в соответствии с законом ОМО. Без вариантов. И если мы каким-то способом заморозим эти заряды, то останется поле, которое ускоряло заряды. Ну, заряды же остались там же, где были, не замерзли. Мы были приморожены наметно, сказать. А картинка электрического поля будет такая сложная. Поэтому, вообще говоря, вот для электрических полей действительно очень легко получить поле произвольной конфигурации. С магнитными полями это не так. И причин для этого много, одна из которых отсутствие магнитных зарядов. Ну, нет их, к сожалению. Правда, сейчас вот математики и физики говорят, что магнитные заряды могут быть внутри чёрных дыр, потому что соответствующие решения уравнений для ситуации с чёрными дырами, они получены математически, ещё раз повторяю. Никто не говорит, что заряды существуют. Но когда рассматривают разные сложные чёрные дыры, не просто простые, симметричные, вращающиеся, бывают заряженные чёрные дыры. Кстати, мы поговорим отдельно потом. У нас будет отдельная тема про то, что будет всё уронить чёрную дыру на поверхность Земли. Вот тогда мы обсудим, какие бывают чёрные дыры. И бывают чёрные дыры, у которых есть магнитный заряд. Это не противоречит, оказывается, ничему. Ну, математике же и физике можно делать всё, что угодно. Бумага стерпит, тем более компьютер, всё, что мы захотим. Вот у них совершенно другое поведение, особенное. Но в обычной жизни нет зарядов магнитных. Не встречаются монополии дырака, как вот мы не ищем их, не стараемся, пока найти не можем. Скорее всего, их нет. И вот в ситуации с магнитным полем у нас есть более жёсткие ограничения, написанные теми же самыми уравнениями Максвелла, потому что магнитное поле возникает из-за того, что течёт электрический ток. А электрический ток, он как бы течёт чуть-чуть по-другому. Я сегодня хотел бы, ну так, стартовав с того, что электрические поля бывают любыми, поговорить, вообще говоря, на совсем другую тему. На тему того, как же, вообще говоря, работает обычный трансформатор. Может, конечно, было бы, как работает транзистор, но это потом. Лучше где-нибудь на первом курсе, лучше на втором или третьем, когда, так сказать, студенты уже понимают теоретическую физику, когда прошли, как говорится, квантовую механику, тогда можно и переходить к транзистору. А вот трансформатор, он вполне работает в рамках уравнения Максвелла, и вообще, говоря, сейчас перерискну слайд, покажу, а его, так сказать, ещё первый трансформатор делал Фарадей, Майкл. Тут он своей жене показывает свой первый электродвигатель на картинке слева. Но вернёмся к трансформатору. Итак, все знают, что трансформатор – это, вообще говоря, две обмотки. Совершенно очевидным образом нам в школе говорят, что там должен быть сердечник. Ну, первый вопрос – зачем сердечник? Вопрос непростой, потому что, вообще говоря, в трансформаторах может не быть сердечника. Но есть сложный разговор о том, что этот сердечник позволяет, так сказать, как бы, вообще говоря, больше энергии передать из первичной цепи во вторичную. Вообще-то неверно. Энергия, которая передаётся из первичной цепи во вторичную, определяется в данном случае не только сердечником, но ещё и частотой, на которой работает трансформатор, и тем сопротивлением, которое содержит провода. Но все высокочастотные устройства, и радиосвязные, и многие другие, как правило, не имеют в своём заставе феррита, не имеют сердечника, просто потому, что нет ферромагнитных материалов, которые имели бы большую магнитную проницаемость на больших частотах, ну, скажем, там, гигагерцах. Даже сотни мегагерцов достаточно трудно сделать ферриту, у которого была бы мю, то есть магнитная проницаемость больше десяти. Там, так сказать, просто не успевают доменчики перестраиваться так быстро в соответствии с магнитным полем. Поэтому в трансформаторе сердечник, вообще говоря, конечно же, нужен. Но первый вопрос, который возникает, а почему он такой большой и тяжёлый в обычный железный трансформатор, скажем, сварочных? И такой маленький в импульсных трансформаторах, тех же самых сварочных, или же тех, которые используются для такой вот нужды, как импульсные источники питания. Можно, некоторые помнят, старые источники питания для телефонов новые они отличаются по весу в 10 раз а потоком которые выдают тоже в 10 раз то есть современный импульсный источник питания дает в 10 раз больше ток имеет в 10 раз больше мышья чем старые проведущие это старая весит 10 рад хочешь как так получается почему при том же самом весе мощность придаваемая в 10 раз оказывается больше ответ предельно простой он работает на более высокой частоте а самая тяжелая часть on формата самая тяжелая часть любого источника питания любого понижающего трансформатора, это то самое железо или феррит, которое в нем находится. Возникает простой вопрос. А почему же все-таки у трансформатора, остается, точнее, старый вопрос, у трансформатора нужен сердечник? Вот мы говорили про электромагнитное поле, про то, что, так сказать, он может не быть произвольную форму, писали уравнение Максвелла, ну, по крайней мере, некоторые. Но мы понимаем, что это поле должно где-то существовать. И вот для магнитного поля есть такая простая возможность существования в виде вот того самого, ну, либо магнитного, либо электрического поля, которое возникает в окружающей среде. Возможно, в школе уже, по крайней мере, когда разбирались вопросы, связанные с силой притяжения магнита и прочих вещей, вводилось понятие того самого магнитного поля. Вот тут вот внизу нарисованы формулы, где писалось, что энергия магнитного поля это H на B, или же, соответственно, мы можем представить B, получить μ квадрат H, то есть μ h квадрат, то есть, вообще говоря, мы понимаем, что энергия любого поля пропорциональная напряженности электрического и магнитного. И вот здесь оказывается, что эта энергия запасается в магнитном сердечнике. То есть, формально из первичной обмотки во вторичную обмотку, энергия, электрическая энергия, механическая энергия, но в данном случае электрическая, мы же вообще говоря лампочку зажигаем, телефоны заряжаем. Эта электрическая энергия переходит из с первичной цепью во вторичную через магнитное поле, ну электромагнитное, как угодно. То есть сердечник должен запасти в себе энергию, пропорциональную, в данном случае, b квадрат, ну b на h. И эта энергия пропорциональна его магнитной проницаемости. Именно поэтому используются железо и ферромагнитные материалы. А потом эту энергию отдается во вторичную цепь. В импульсных трансформаторах, которые используются в компьютерных блоках питания и сварочных аппаратах, механизм еще проще. У вас электронная схема загоняет эту энергию в трансформатор, намагничивает его. А потом он по закону электромагнитной индукции, так сказать, того же самого Фарадея, должен эту энергию кому-то отдать. Вот именно такие эксперименты проводил Фарадей со своим первым трансформатором, таким вот кружником. Он замыкал первичную цепочку, все перерасмыкал цепь и наблюдал во вторичной цепи появление тока. Здесь он вносит катушку в катушку и наблюдает движение стрелки компаса, в данном случае, около, так сказать, некого имитации, некого гальванометра, некого первого прибора для измерения тока и напряжения. Таким образом, вообще говоря, вот обычный трансформатор, самый обычный железный трансформатор, он реализует в чистом виде перекачивание энергии с первичной цепью во вторичную цепь через магнитное поле. Именно поэтому ему нужно большое количество железа. Дело в том, что у феромагнитных материалов есть такая понятия, какое понятие, как индукция насыщения. То есть вы не можете намагать железный сердечник больше, чем до поля, одна там Тесла, 0,2 Тесла и так далее. Просто домена кончится. Наступит конец пятигестерезис, он перестанет магнитно мягким материалом, и в этом плане установки, которые создают огромные магнитные поля, в десятки и даже сотни Тесл, они работают без магнитов. Там есть только ток, которого никто не ограничивает. И, так сказать, соответственно, этот ток создает такие магнитные поля. Иногда сверхпроводящие магниты бывают, да, до 9 Тесла и так далее. Ну, по-разному бывает. Но вообще говоря, магнетики и феромагнитные материалы не позволяют сконцентрировать поля и достичь полей больше 2-3 Тесл. Любые, неважно из чего они сделаны. Таким образом, трансформатору необходимо железо для того, чтобы запасти нужную энергию за пол периода синусоидального колебания, ну, 0,01 секунды, и отдать ее потом во вторичную цепь. То есть формально вы сто раз намагничиваете, сто раз размагничиваете магнитный сердечник, когда работает обычный трансформатор. В выпускном трансформаторе это происходит 100 тысяч раз в секунду. Частота, с которой происходит загоняние тока в обмотку и выгоняние его во вторичную цепь, может достигать 100 тысяч. 50-100 тысяч Гц. Ну, вместе 100 килогерц, соответственно. И поэтому у него железо может быть ровно в ту самую тысячу раз меньше. Потому что у него в тысячу раз больше частота. Ну, там не совсем так хорошо получает. Вот на такой частоте там мю падает, у железа может быть 10 тысяч мю, у трансформаторов 2-3 тысячи мю. Но в итоге выигрыш по массе превышает 100 раз. И вот такой неожиданный момент, связанный с работой трансформатора, связан как раз именно с таким важным фактом, как то, что он должен уметь запасти эту энергию. Вот на картинке ниже Фарадея, как раз вы видите более правильную картинку по работе трансформаторов, в которой сказано, что магнитный поток, который создает первичная обмотка, он, так сказать, складывается с магнитным потоком, который создает вторичную обмотку, ниже ток течет. Причем магнитный поток создает вторичную обмотку направлен в другую сторону. И в итоге суммарный поток, видите, стрелки направлены две в одну сторону, одна в другую сторону. Поэтому суммарный поток остается тот же самый, и ДС же во вторичной обмотке примерно сохраняется при нагружении трансформатора не очень сильно. Если короткое замыкание будет, там будет все по-другому. И вот эта вот разница потоков, она как бы остается постоянной. Но токи меняются. В итоге трансформатор работает в соответствии с своей формулой, по которой токи соотносятся, как количество витков, а напряжение как наоборот, а количество витков. И вы получаете возможность трансформировать напряжение и токи, не меняя мощность. КПД современных мощных трансформаторов может быть больше 98%, несмотря на то, что они окружены радиаторами, всеми остальными. Потери у них происходят как в железе, так и в проводниках, в медных проводниках или в алюминиевых проводниках, которые находятся. Вот масло заполняет того, чтобы больше напряжения было, не пробивало его. Отвод тепла был лучше, специальная конвекция, вентиляторы работают. То есть мощные трансформаторы высоковольтные, они довольно-таки хорошо греются, но они передают мощность измеряя сотнями киловатт. Поэтому КПД здесь такая важнейшая составляющая любого трансформатора. Импульсные трансформаторы все по-другому, потому что они работают на других частотах. Почему используются 50 Гц и 60 Гц, мы, может быть, поговорим когда-нибудь, но в общем и целом переменное напряжение победило постоянное. В этом есть заслуга, как говорится, есть известный человек, такой Тесла, Никола Тесла, который был таким большим апологетом переменного тока. И, в общем-то, действительно сегодня, правда, мы возвращаемся в рамках тех же самых автомобилей Тесла обратно к постоянному току и к шаговым двигателям, к электронному управлению, но сама ситуация, что очень долго человечество жило с моторами переменного тока, трехфазными, она, вот так сказать, имеет прямое отношение, в общем-то, к электричеству, к теории, к уравнениям, к происходящим вещам и к тому, что на данной частоте вполне себе хорошо работают и трансформаторы, и асинхронный двигатель, и много-много другое. Тут на этой картинке у меня представлена некая программа для расчета трансформаторов, чтобы мне никто не сомневался, что я говорю правду. Если вы посмотрите на поля, которые здесь вводятся, то здесь сразу оговаривается амплитуда индукции максимальная, то есть мы сразу задаем, до какого уровня будем намагничивать магнитный материал. Это важная характеристика, от этого зависит размер трансформатора. И среди прочих параметров, кроме индукции насыщения, напряжения насыщения, у нас есть такие параметры, как площадь сердечника и его длина. То есть объем сердечника, даже сантиметров кубических. То есть вообще говоря, при расчете трансформатора и мощности, которую можно через него передать, важна не только частота, не только количество витков обмотки, но и количество железа, которое в нем находится. Ну, в общем, ферромагнитного материала. Поэтому трансформатор вещь такая очень интересная, и электрические магнитные поля, они здесь как раз носят тот самый вихревой характер, и магнитное поле замкнуто в сердечнике, и электрическое поле, которое возникает, круговое, то, что называется вихревое, даже не совсем вихревое, оно вдоль проведника по спирали распределено, и течет, как говорится, в нужную сторону. Но здесь эти поля все переменные, а возвращаясь к исходной задачке, если вы заморозите поле, которое текло, которое обеспечивало ток в проводнике, вы получите произвольной формы электрическое поле. Поэтому, когда вас спрашивают, могут ли быть силовые линии, замкнутые, могут ли быть завязаны в узлы, переплетаться между собой разным способом, отвечайте смело, да. Если это не свободное пространство, я могу там расположить заряды. Завязывайте в нужные узлы проводники, формируйте нужную структуру распределения зарядов на этих проводниках, замораживайте ее, и говорите, пожалуйста, внутри данного проводника, данной проволочки, есть то поле, которое пересекает само собой. Вообще говоря, скорее всего, вы наверняка слышали, что силовые линии не могут завязываться в узлы, но как оказывается, в ситуации, когда вы хозяин-барин, и вы можете произвольно располагать заряды, то силовые линии можно завязывать не только в простые узлы, но даже в морские, и с бантиком, и без бантика, и как угодно. Ну, а завершить свой разговор я хотел о том, что вообще говоря, электрические магнитные поля не только для Земли имеют ключевое значение. Я вот подместил четыре красивых картинки про магнитары, нейтронные звезды и всякие прочие, так сказать, интересные объекты, которые находятся в космосе, мы про них обязательно поговорим, в жизни которых магнитные поля играют огромную роль. То есть, большинство сигналов, которые мы получаем из космоса, ну, кроме оптических, и таких нейтринных, гамма-излучений, они, все, что связано с радиодиапазоном, это вот всякого рода магнитные явления, которые происходят на этих звездах, где огромные магнитные поля, и это тут очень ценно в данном случае то, что эти объекты магнитары, то есть, магнитные, сильно-магничные звезды, которые будут огромные магнитные поля, которые мы даже не можем создавать на Земле сегодня, они позволяют нам понимать, что физика везде одинаковая. То есть, в данном случае, наблюдая за этими звездами, мы не только ровем радиосигналы, как от зеленых человечков, как пульсары, вспышки, эти звезды могут вращаться с частотой килогерц, то есть, их скорость обращения может быть несколько тысяч оборотов в секунду. Но мы еще и понимаем, что там та же самая физика, там те же самые сдвиги Зеймана, те же самые все Штарковские эффекты и многие-многие другие. То есть, удивительным образом, но сегодня мы, наблюдая космос, видим, что мир одинаков, как у нас, на планете Земля, в наших ускорителях, в наших установках сверхсильных магнитных полей, но и далеко от нас за миллиарды, как говорится, световых лет, где-то на краю нашей видимой части Вселенной. Всего хорошего, спасибо. Итак, имейте в виду, что уж, по крайней мере, электрические силовые линии могут иметь произвольную форму, какую вы пожелаете. Всего хорошего, до свидания.